С нового руководства Армении Азербайджан хочет выбить уступки, Александров. Во вторник на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялась неформальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По ее итогам премьер Армении заявил, что встреча не была анонсирована заранее, так как не была запланирована. Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров считает, что вероятность того, что встреча не была запланирована низка. Вряд ли такие встречи могут быть незапланированными. Какая-то предварительная договоренность была. Может быть, это было сделано непосредственно перед поездкой обоих лидеров в Давос, в интервью Русарменфа сказал Александров. По мнению эксперта, смена власти в Армении прервала переговорный процесс по Карабаху, однако теперь в нем наступает новый этап, в котором Азербайджан будет выдвигать требования. Объективно, за счет смены власти переговорный процесс прервался. Это вселило определенную надежду в азербайджанскую сторону, что с нового руководства, Армении, РЕД, можно будет какие-то дополнительные уступки выбить. Поэтому они на этот период как-то сбавили активность на границе с Нагорным Карабахом. Можно сказать, что сейчас уже переходный период закончился. Азербайджанская сторона будет ожидать конкретных результатов, а если их не будет, то можно ожидать очередного обострения витка напряженности на границе с Карабахом, сказал Михаил Александров. Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО также добавил, что встреча лидеров двух государств была полезной с той точки зрения, что вести диалог лучше, чем воевать. Ранее Русарминфа сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о подробностях неформальных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...